Пара на прокат! Элен, ты великолепна! Я для тех, кто не видит, я описываю Елена в синей роскошной пижаме с красным-белым карманом на груди и в каких-то невероятных тапочках меховых. Причем Елена мне сказала, что это ее собственный креатив и ее пошив, так? Да, да, да. Я уже рассказывала. Ну, мои поклонники-то знают, но я думаю, слушатели сейчас будут интересны. Сделаем кассу. А совместно с Элли, дизайнером НТЛА, ну, известный уже бренд в России очень, мы сделали коллаборацию. И вот это вот прям вот мое, мое-мое. То есть, на самом деле, это не пижама. Сейчас пижама в тренде. Да, пижамный стиль. Да, пижамный стиль. То есть, это, конечно, не пижама, это брюки с рубашкой абсолютно классной ткани, абсолютно изысканной. Но, Макс, тут фишечка, смотри. Я уже отметил фишечку. Опа, опа, опа. Брюки превращаются в элегантные шорты. Это такая штука, просто... Карман отстегивается. Карман отстегивается, и вместо него пристегивается совершенно другого цвета. А ничего не надо пристегивать, Лена. И не пристегиваться. Не надо. Потому что там просто, ну, там грудь. Грудь, да, все как и должно быть. Да, очень. Лена, я... Макс, ну а теперь я. Давай. Ну а теперь я. А Макс сегодня... Ты хочешь меня писать? Давай. Да, я сейчас тебе пишу. Он такой, он такой брутальный. В детском рисунке. Я очень брутальный. В темно-синем свитшоте. Значит, изображение. Вот представьте себе... Это Adventure Time, знаешь? Я не знаю, сейчас расскажу. Если бы Санта был свиньей, значит... Как раз у программы началась. Сумасшедшие шапки белые с красным шарфом. И он оседлал бы не оленя, а желтую собаку в больших инопланетянских очках и с зеленым шарфом. А в руках у него меч. Это любимый мультик «Время приключений». Ага, понятно. В общем, вот такие мы сегодня бруталы. Нарядные. Нарядные. А все почему? Все потому, что вчера, вчера свершилось чудо во всем мире. И у нас в Москве в Олимпийском. Да. Big Love Show. 2016. 2016. И День влюбленных. Поэтому наша тема сегодня, друзья, такая. Как вы отмечали Big Love Show? Как вы отмечали Big Love Show? Как вы отмечали День влюбленных? Что вы подарили своим любимым? Что вам подарили? Ну и вообще, зачем нужны Валентинки? Да. Рассчитываем, что программа сегодня будет добрая, искренняя и полная ваших историй о том, как вас радовали и вы радовали с утра и до позднего вечера. Лен, ну я понимаю, что у нас сегодня такой очень... эфир, не предполагающий дискуссию. Да, мы с тобой оба поддерживаем День всех влюбленных. Господи. Да, потому что люди, которые одиноки в этот день, чувствуют себя совершенно подавленными, оскорбленными, униженными и вообще отвратительными. Я сейчас, вот для таких людей, если вы сейчас нас слышите, кое-что скажу. Давай. Друзья, я не верила в этот день. Для меня 14 февраля раньше был, ну, как бы в школе прикольно, куча валентинок. А потом в юности, ну, никак. И вот несколько лет назад, 14 февраля, сразу после Big Love Show, я пошла на первое свидание со своим мужем. Я же еще не знала, что будет мой муж. То есть это же первое свидание. И ты знаешь, Макс, я поверила, в этот день реально летает Купидон и во всех стреляет своими стрелами. Так и есть. Советы от наших партнеров, экспертов в отношении журнала «Космополит». Самое приятное в любом нам празднике – чувство предвкушения. Создавайте как можно больше поводов для волнительного ожидания. Да что с моим языком сегодня? Пишите друг другу СМС, планируйте важные события и вместе готовьтесь к ним. Я тоже согласен, что предвкушение всегда круче самого праздника. Да-да-да, точно. У меня с Новым годом всегда. Так я жду, а потом... Так и с днем рождения тоже так. А я вообще не отмечаю. Не люблю. Макс, честно, я тоже. Да, а кто? Я не знаю людей, которые любят день рождения. Я в этом году в первый раз хочу отметить день рождения. Придешь? Да. Ну, в 18-летие, конечно, приду. Все. С размахом отмечайте не только важные даты, советуют нам эксперты, но и личные достижения каждого. Любимый человек должен почувствовать, что вы переживаете его успех так же, как свой. Именно это чувство доверия создает эмоциональный капитал пары. Класс. Да, так и есть. Праздники дарят нам удивительное чувство единения. Попробуйте перенести его в ваши отношения, и вы заметите, насколько крепче они станут. Это могут быть парные танцы или виды спорта, например, теннис, а также небольшие поездки или экскурсии. Угу. Ну, а сегодня с мимими. Парные танцы. А что? Нет? Вы не танцуете? Дома? Нет. Не-не. Но теннис, лыжи, экстрим, велосипеды. У нас так. Воспринимайте все, что происходит в вашей паре, как подарок. На самом деле никто никому ничем не обязан. Если любимый делает что-то специально для вас, это достойно благодарности. Не забывайте говорить друг другу спасибо даже за, казалось бы, обыденные поступки. Абсолютно согласна. Но знаешь, тут бывает так, вот, а ты ждешь чего-то больше, вот, придумал себе сам в предвкушении, да, а получил мало, и вроде бы как спасибо. А надо, а надо спасибо большое, потому что, ну, то есть, это же классно, ведь никто никому не обязан. Я согласен. И я вообще советую даже в отношениях, мне кажется, не надо очаровываться, чтобы не разочаровываться. Ой, ты прям пессимист. Нет, ну, знаешь, когда люди себе планируют, а сейчас вот я хочу вот это, вот это, а у человека, ну, допустим, не было возможности или времени вам вот это сделать. Нет, я согласна с тобой, но вообще мы, девочки, любим очаровываться. То есть, это вот чисто у тебя мужское правильное. Ну, хорошо, ладно. И еще один совет. Праздничный день рано или поздно подходит к концу. И осознавание, что ничего не длится вечно, помогает наслаждаться каждым моментом. Подумайте с этой точки зрения и об отношениях. Берегите друг друга. Не воспринимайте любовь как данность и щедро делитесь чувствами. Знаешь, я от себя добавлю, ребята, научитесь останавливать жизнь. Вот в этом ее большом стремительном потоке остановитесь и поцелуйтесь. Остановитесь и напишите смс, пошлите смайлик, все что угодно. Потому что это здорово. Вот так надо научиться жить, это войдет в привычку, и вы поймете, как вам стало лучше. Остановись в мгновение, ты прекрасна. Это же классика. Елена Темникова приступает к зачтению сообщений. Зная о том, что я безумная сладкоежка, мой любимка подарил мне 15 кексиков с разными начинками и украшениями. На них в виде шоколадных сердечек. На кексиках, где написаны слова любви, безумно, мило и вкусно, вместе с Лополем подарил... Вместе с Лополем, внимание. Да, подарил самое главное, день без телефонов. Так как он очень занятой, всегда на звонках. Ой, Господи, как же это здорово. Вышли в 11 утра, вернулись домой в 11 вечера. Шикарный день вдвоем без никого. Ну, а она подарила ему ралли, он давно мечтал погонять. Вот слушай, правда, без телефона. День без телефона – это такой подарок. А ты знаешь, мне кажется, многим парам будет так страшно, когда тет-а-тет люди остаются, уже привыкли, что есть на что отвлечься. Это реально страшно для некоторых пар. Я так думаю. Сказала ему вчера, что у нас будет малыш. Он обнял меня так нежно. А потом мы лежали, болтали и обсуждали, как дальше все будет. Так и уснули. Боже мой. Мне надо срочно разбавить чем-нибудь какую-нибудь историю. Давай я Петра прочитаю. А Петр 14-го числа дома менял водопровод. Мне кажется, ну, я надо разбавить эти розовые такие сердечки. Думал, буду сам, но в 23.30 пришли друзья. Мы сидели и пили коньяк. Праздник удался. Всем приятного вечера. Петр. О, е-е-е. Кушайте лук, слушайте рок. Молодец. Давай, что еще у тебя? Ну, у меня, как обычно, все мими-ми только. У меня нет второй половинки. Самое интересное, что с этим праздником меня поздравляла бабушка. Иба, у нее отчество Валентиновна. Бабушка Иба, меня поздравляла. А я ее любимая еврейская бабушка, давай. Бабушка Валентиновна. И у нее всегда праздник в этот день. Так вот, вот так вот мы о ней и праздновали. Ну, в общем, бабушке привет. А я безумно влюблена в еду. Поэтому, слушая крутую музыку, наготовила себе много вкусняшек и сама все скушала. С парнем бы я так не наелась. Я тебя обожаю. Ну, да. Макс тебе вот привет и придают. Спасибо огромное. Вот Максим тоже наслушался тут у нас благодати. Говорит, что я приготовил для своей любимый ужин. Купил вино, купил цветы. Замечательно провели время вдвоем. Смотрели фильм, ели вкусняшки. Спасибо тебе, любимая. Макс так посмотрел. А как ты провел, значит... День всех влюбленных? Я в Олимпийском. А после? После Олимпийского. После Биглов шоу. Я был в любви. Мне было очень хорошо. А мы тоже вчера очень уставшие приехали домой. Я еще не сказал, как ты вчера потрясающе выглядела и как мне понравился твой образ. Правда? Да. Я когда-то вышла, думаю, так, охотница за вампирами. Ты же была готическая леди. Черная, 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 черная. Высокие сапоги. Я смотрел, смотрел, думаю, охотничьи или рыбацкие. Какие? Вот. Было круто. Это сексуальные сапожки. Было супер. Спасибо, Макс. Это все моя Ксюша, Смо, стилист и Мило Коллекшн. На крыше высотного здания провела Ульяна своим молодым человеком вечер. Мы слушали музыку, мы болтали, мы фоткались. А после мы забыли, запустили небесные фонарики, загадали желания. Это был самый замечательный вечер в моей жизни. Я ожидала сердечко, выложенное пельмешками на кровати. Неразмороженными? Но я одинока и сюрпризы ни от кого не дождалась. К счастью, зачем вам в этой сырой холодной постели от неразмороженных пельменей просыпаться? Мы провели 14 февраля дома и обменялись милыми подарками. Я подарила своему любимому игру для нас. А он мне море цветов, валентинок и любви. Спасибо, Женя, я люблю тебя, твои отдыхи. Давай подытожим наше сегодняшнее праздничное бдение. С пичем Полины. Конечно, Полина Сохранова в эфире Лаврадио. Главный. Редактор журнала Космополитен. Космополитен. День всех влюбленных – один из немногих праздников, который приносит больше стресса, чем радости. Например, последняя статистика показывает, что 53% женщин закончат отношения с мужчиной, который не поздравил их с этой датой. А 14% отправляют цветы сами себе. А что если вы находитесь в отношениях и считаете месяц у Валентина своей особенной датой? Советуем все-таки не придавать слишком большое значение тому, что вам подарили и как предложили отметить. Многие мужчины не считают подобные традиции важными. Красивая дата не показатель того, насколько вы близки. Поэтому лучше работать над отношениями понемногу, но регулярно. И оценивать перспективы по тому, что вы делаете друг для друга каждый день. Ну, это совет скорее для тех, кто уже в отношениях, да? Я, Леночка, знаешь, что хочу тебе сказать по поводу Дня всех влюбленных? Я прежде всего настаиваю, что люди, которые пока не в отношениях, использовали этот день как повод, как предлог открыться. Вот нравится тебе человек, ты сохнешь по нему. Вот 14 февраля это повод, чтобы расставить точки над «и». Абсолютно согласна. Ведь можно притвориться, что ты это делаешь for fun. Да, ну типа все надо признаваться. Да, в виде прикола. На самом деле вкладываешь туда частичку серьезности. Вот я вот вам советую искренне, потому что сам так делал не раз. Макс, но только ты посоветовал уже 15 февраля. А теперь ждите год. Для тех, кто живет без часов, в другом поезде. Ну, слушайте, всегда можно ведь устроить, согласись. Или можно сказать, Валентинка-то завалялась неделю назад. Почтой России отправлена. Ну вот, получаю, раз написал. Что ты хочешь сказать нашей публике? Я хочу сказать всем о любви неразрывной, красивой, верной, мощной, самоотверженной. Это сейчас в песне было так. Да, как в моей песне. И до встречи через неделю в 21.00 в программе «Пара на прокат». Ура! Каждый понедельник. Это была Елена Темникова. И Максим Привал. Тебя отпускаю с благодарностью, сам не прощаюсь. Я целую. Все, люблю, пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.